Джаладдин Мухаммад Руми Жаждущий стонет, о вкуснейшая вода. Вода взывает, где тот, кто выпьет меня. Жажда в наших душах есть магнетизм воды. Мы – это она, а она – это мы. Сто раз ты принимаешь решение отправиться в некое путешествие. Он притягивает тебя куда-то еще. Он поворачивает узду во все стороны, чтобы необъезженная лошадь получше узнала наездника. Сообразительная лошадь скачет ровно, поскольку знает, что на ней сидит всадник. Он устремил свое сердце к сотне страстных желаний, разочаровал тебя, а затем разбил твое сердце. Он сломал крылья твоих первоначальных намерений. Как же ты можешь сомневаться в существовании Крылокрушителя? Его предопределение оборвало веревку пустых затей. Как же ты можешь оставаться слеп к его повелениям? Твои решения и намерения время от времени осуществляются, чтобы с помощью надежды твое сердце могло бы породить еще одно намерение, которое он мог бы опять разрушить. Ведь если бы он полностью решил тебя преуспеяние, ты бы отчаялся. Как же тогда посеешь зерно ожидания? Если сердце твое не посеет это зерно и не столкнется затем с бесплодностью, как оно распознает свое смирение пред Божьей волей? Благодаря неудачам влюбленные постигают Господа. Неуспех – проводник на пути в рай. Помни хадис. Рай окружен болью. Хадис – предание о словах и деяниях пророка Махаммеда. Тот, кто переполнен нашей благодатью, не принуждается. Нет, Он свободно избирает служение нам. Сказать по правде, цель свободной воли в том, чтобы свободную волю утерять. Наше сокровенное сознание подобно корню дерева. И как древесная твердь распускается листьями, так в душах и умах листья растут соответственно корню. С древа веры крылья воспаряют в небо. Корень его тверд, а ветви – в небеса. Когда ощущение духовного сжатия овладевает тобой, опутник – это для твоего же блага. Пусть не сжигает тебя скорбь, ведь в состоянии расширения и векования ты растрачиваешь. Этот энтузиазм для равновесия требует дохода в виде боли. Если бы всегда стояло лето, и сушающий жар солнца сжег бы сад до корней вглубь земли. Увязшие растения никогда бы не зазеленели вновь. У декабря – кислое выражение, но он полон доброты. Лето смеется, но тем не менее разрушает. Когда приходит духовное сжатие, узри в нем расширение. Возрадуйся и не хмурься. Наблюдай за свойствами расширения и сжатия в пальцах твоей ладони. После сжатия кулака наверняка приходит разжатие. Если бы пальцы всегда были сжаты или всегда разжаты, их владелец стал бы увечным. Твое продвижение направляется этими двумя свойствами. Они необходимы тебе, как два крыла птицы. Еда, чтобы набить полный рот. Дар любого плодоносящего дерева. Но дар горла от одного только Бога. Он наделяет горлом тело и дух. Он дает подходящее горло каждой части тебя. Запах гордыни, алчности и похотливости выдаст тебя, как съеденный лук, когда ты заговоришь. Многие молитвы отвергаются из-за их запаха. Испорченное сердце проявляет себя на языке. Но если твои намерения чисты, Бог приемлет даже неуклюжие речи. Много ли одержано побед без духовной борьбы и терпения? Претерпевать ради чаши божественного знания не тягостно. Будь терпелив, ибо терпение – ключ к радости. Для любого путника, беспроводника, каждое двухдневное путешествие превращается в столетнее странствие. Тот, кто практикует ремесло, не имея при этом учителя, станет посмешищем, где бы он ни жил. И сухая, и свежая ветвь близки к солнцу. Как можно спрятать солнце от любой из них? Но насколько же величественнее близость той ветви, которая дает тебе насладиться созревшим плодом? Своей близостью к солнцу пускай сухая ветка обретет, если сможет что-либо, кроме более скорого высыхания. О, человек без мудрости! Не будь тем пьяницей, что, приходя в себя, испытывай сожаление. Будь одним из тех, кто пьет вино любви и к чьей опьяненности стремятся зрелые умы. Ты подслащиваешь свой аппетит привкусом фантазий. Ты дуешь в мешок самости и наполняешь его. Затем один укол иглы, и ты остался без воздуха. Так пусть ни один разумный человек не будет наполнен ветром. С тщеславия и похвальба отталкивают добрые дела и отламывают ветвь милосердия от ствола древа. Говори честно или же храни молчание, и тогда узришь благодать и насладишься ею. Движется ли он медленно или скоро, ищущий человек обрящет. Ищи всегда и всем своим существом, ведь поиск — превосходный проводник на пути. Хотя ты увечен и прихрамываешь, хотя тело твое саббенно и неуклюже, неустанно волочи ноги к единому. Сделай единое своим священным поиском и в речи и умолчании и в ароматах повсюду улавливай благоухание царя. Надежнейшее место, чтобы укрыть золотые сокровища, какой-нибудь безлюдный потаенный уголок. Зачем ты стал бы прятать клад на саму виду? И потому сказано, «Радость скрыта под скорбью». Си мир подобен древу, а мы — полусозревший плод на нем. Незрелый плод крепко держится за ветку, поскольку из-за своей незрелости он не готов для дворца. Когда плод созрел, сладок и сочин, он, закусив губу, ослабляет свои тиски. Когда род подслащен блаженством, мирское царство теряет свою привлекательность. Крепкая привязанность к миру указывает на незрелость. «Пока ты зародыш, ты занят кровососанием». Но и сказал, «Я не смотрю ни на кого, кроме тебя, а если и взгляну, то это лишь предлог, ибо ты — истинный объект моего всматривания. Я влюблен в твое творчество, и когда я испытываю благодарность, и когда требуется терпение. Как могу я полюбить, словно неверный, то, что сотворено тобою? Любящий Божье творчество славен, но полюбивший тварь лишен веры. Я лишь жилище возлюбленной, не сама возлюбленная. Подлинная любовь к сокровищу, а не к сундуку его содержащему. Истинная возлюбленная ни с чем не сравнима. Она — твое начало и твой конец. Когда найдешь такое, уже не ожидаешь ничего другого. Она и явлена и сокрыта. Она — владычица твоих состояний, не зависящая ни от кого. О, ты, предъявляющий требования внутри меня, подобно зародышу. Поскольку они исходят от тебя, сделай их выполнение легким. Укажи мне путь, помоги мне, а иначе откажись от своих притязаний и сними с меня это бремя. Раз ты требуешь золота у должника, дай ему втайне золото, о, владительный царь. Даже если у тебя нет подходящего снаряжения, продолжай поиск. Снаряжение не обязательно на пути к Господу. Когда увидишь любого вовлеченного в поиск, стань ему другом и склони пред ним голову, ибо избрав себе в соседей искателей, ты сам одним из них становишься. Находясь под защитой победителей, ты сам побеждать научишься. Калимуровей стремится достигнуть звания Соломонова. Не насмехайся презрительно над его поиском. Все, чем ты обладаешь, умение, богатство, мастерство, разве не было и оно вначале лишь мыслью и поиском? Каждому дано отличить милость от гнева, будь он мудр, невежественен или испорчен. Но милость, стоящуюся внутри гнева, либо гнев, спрятанный в сердцевине милости, распознает лишь тот, чье сердце содержит духовный пробный камень. Когда человек с усердием чем-то занят, он не ощущает свою боль. Я упоминаю эту нечувствительность к боли, чтобы вы знали, насколько тело сходно с одеждой. Ступай, ищи того, кто его носит. Не целуй кусок материи. Этот мир сон. Не дай себе обмануться. Если во сне ты теряешь руку, это не причиняет вреда. Во снах не наносится настоящего ущерба, если тело изуродовано или рассечено на 200 кусков. Пророк сказал о всем мире, кажущемся реальным, что это лишь сон спящего. Вы принимаете это как идею, но духовный путник зрит эту истину открытыми глазами. Вы спите среди бела дня. Не утверждайте, что это не сон. Бога ради, не застревай на каком бы то ни было духовном обретении, но тоскуя большим, как от болезни страждущей, чья жажда никогда не удалена. Божественный двор сферы бесконечного. Оставь почетное место позади. Пускай путь будет твоим почетным местом. С каждым часом молодой становится старым. Все изменения происходят из-за часов. Тот, кто свободен от часов, свободен от изменений. Когда ты на час убегаешь от часов, как более не остается. Ты заводишь знакомство с тем, что пребывает без как. Часы не знают безвременности. Для того, кем владеет время, единственный путь туда через заступление. От того, кому нечего дать, Бог приемлет отчаянное усилие. Бог принимает курку хлеба и прощает дающего. От глаз слепого человека достаточно двух увиденных проблесков. Люди сбивают с толку объекты желаний. И потом они сожалеют, что поддались вожделению. Ведь они поддались фантому и оказались еще дальше от реальности, чем раньше. Твое желание иллюзорного – крыло, посредством которого искатель может подняться в реальность. Когда ты поддался вожделению, твои крылья отваливаются, ты превращаешься в калеку, а фантом исчезает. Предохраняй крыло и не удовлетворяй вожделение, чтобы крыло желания могло донести тебя до рая. Люди воображают, что испытывают наслаждение, тогда как на самом деле вырывают себе крылья ради иллюзий. Лев судьбы тащит наши души, занятые мирскими делами, в чищеву смерти. Люди страшатся бедности, хотя уже по горло стоят в морской воде. Если бы они боялись Творца бедности, сокровища сами явили бы себя. Из-за страха перед страданием они погружаются в самое сущное страдание. Стремясь к жизни в мире, они ее потеряли. Приди, ищи, ведь поиск основа удачи. Каждый успех зависит от сосредоточения сердца. Не забудьте о делах этого мира, продолжай произносить всей душой «ку-ку», подобно голубю. Подумай об этом хорошенько, у ты, для кого мирское завеса. Бог скрепил наше взывание с обещанием «Я отвечу». Когда сердце твое очищено от слабости, твоя молитва достигнет преславного Господа. Философ, раб интеллектуального восприятия. Святой человек чист, и горцует на интеллекте интеллектов, подобно принцу. Интеллект интеллектов – твое зерно, а интеллект – шелуха. Брюхо животного желает шелухи. Интеллект зачерняет книги письменами. Интеллект интеллектов заполняет Вселенную светом, исходящим от Луны реальности. Он свободен от черноты и ревелизны. Свет его Луны восходит и изливает сияние на сердце и на душу. Логос прокапывает канал, чтобы вода могла достичь следующего поколения. У каждого поколения есть приносящие Слово Божие. Но и речения тех, кто пришел ранее, тоже полезны. Беги от глупцов. Даже Иисус бежал от них. Много крови было пролито из-за дружбы с глупцами. Надежда это глухой человек, многократно слышавший о том, что мы смертны, но не слыхавший о собственной смерти и не размышлявший о своем конце. Слепой человек это жадность. Он видит недостатки других вплоть до волоска и возвещает о них на каждой улице. Но и собственных недостатков его слепой глаз не видит ничего. Голый человек боится, что с него сдерут его накидку. Но как можно снять одежду с того, кто гол? Мирской человек обездоленно напуган. Он ничем не владеет, но боится воров. Ногим он пришел и голым ходит, но между тем все время он мучается из-за воров. Когда смерть приходит, все вокруг него причитают, тогда как его собственный дух смеется над его страхом. В это мгновение богатый человек узнает, что у него нет золота, а умный видит, что его талант не принадлежит ему. Благодарность за изобилие слаще, чем само изобилие. Следует ли тому, кто погружен в щедрого, отвлекаться на подарки? Благодарность есть душа благодеяния, а изобилие лишь шелуха, ибо благодарность ведет тебя к месту, где живет возлюбленной. Изобилие приводит к нерадивости, благодарность к бдительности. Охоться за щедростью, используя силки благодарности по отношению к шаху. «Я ведь создал джинов и людей, только чтобы они мне поклонялись». Произносите сии слова. Конечная цель сего мира не что иное, как богослужение. Хотя конечная цель книги наука в ней содержащаяся, ты можешь сделать из нее подушку для отдыха. Она послужит и в этом качестве тоже. Но быть подушкой не является ее подлинным назначением. На самом деле ее предназначали для обучения и познания, а также для пользы, которую из этого можно извлечь. Многие ученые люди не извлекают пользы из своих знаний. Это те, кто держат знания в памяти, но не влюблен в него. Море не выпускает из себя рыбу и не впускает в себя живые существа земли. Вода изначальное жилище рыбы, но грузные животные принадлежат земле. Мы не можем сделать ничего для изменения этого положения. Замок божественного предопределения крепок, открыть его может только Бог. Держись за смирение и довольствие Божьей воли. Даже если бы атомы один за другим становились ключами, ничто не откроет замок, кроме божественного величия. Когда ты забудешь о собственных помышлениях, счастье придет к тебе от твоего духовного наставника. Когда ты забываешь себя, о тебе вспоминает Бог, когда ты становишься Божьим рабом, тогда тебя отпускают на свободу. Когда дело касается зарабатывания на жизнь, почему страх вековечного разочарования не подстерегает тебя? Ты скажешь, хотя мне приходится иметь дело со страхом разочарования, страх усиливается, когда я бездельничаю. Моя надежда возрастает, когда я работаю, бездействуя, я больше рискую. Почему же страх потери сдерживает тебя, когда дело касается веры? Разве не видел ты, насколько прибыльны труды пророков и святых? разве не видел ты, какие сокровищницы открылись им благодаря частым посещениям лавки духа? Сила свободного воли изъявления твое богатство, приносящее доход. Будь внимателен, будь начеку в мгновение силы и тщательно наблюдай за ними. Человек едет на скакуне, мы почтили сынов Адама, вожжа свободной воли в руках разума. Разумный человек видит сердцем результат с самого начала. Тот, у кого нет знания, открывает его в конце. Познать тайну незримого достоин лишь тот, кто способен сомкнуть губы и хранить молчание. Смерть каждого человека, обладая теми же свойствами, что и он сам, о юноше. Она враг для врага бога, а для друга бога друг. Твой страх смерти, выражающийся в бегстве от нее, в действительности есть страх самого себя. Внимай же, дорогая душа. Бог вывел землю небесные сферы в существование после шестидневного обдумывания, хотя и мог посредством будь, и оно возникает, сотворить сотню земель небес. Мало-помало до сорокалетнего возраста владыка взращивает человека, дабы он достиг завершенности, хотя в единое мгновение он мог бы послать пятьдесят в полет из несуществования. Иисус одной молитвой мог заставить мертвого жить. Так неужели Создатель Иисуса не способен в раз привести взрослых людей в существование? Это неторопливость ради того, чтобы научить тебя. Бога надлежит искать медленно и безо всяких остановок. Маленький ручеек, постоянно текущий, не загрязняется, не зацветает. Из этой неторопливости рождаются блаженство и радость. Это не торопливость яйцо, а преуспевание птица, которая из него вылупливается. Этот мир околдован и ослепляет глаза. Он кажется широким, а на самом деле узок. Его смех рыдание, его слава позор. На свете нет Дервиша, а если бы он был, то Дервиш не существовал бы. он существует как сущность, но его атрибуты утратили существование в Божьем существе. Проницательный ум, когда отделен от своих друзей, становится подобным лучнику, у которого преломился лук. Когда что-либо радует тебя в этом мире, подумай, не расстаться ли с этим предметом. Многие радовались тому, чему обрадовался ты, но в конце, как ветер, оно исчезает. Оно покинет и тебя тоже, не позволяя своему сердцу к нему привязаться. Беги от него, прежде чем оно убежит от тебя. Прежде чем ускользнут от тебя объекты обладания, скажи в форме сотворенных вещей, как Мария, я ищу защиту от тебя у милосердного. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Более чем одного вида Влюбленный получил две сотни жизней от души наставничества И каждое мгновение он жертвует иной жизнью За каждую отданную жизнь он получает десять, как об этом говорится в Коране Десять подобных ему Если моя кровь будет пролита этим дружественным ликом То победно танцуя, я расточительно отдам жизнь ему Я уже пытался Эта жизнь моя смерть И если я убегу от этой жизни, то чтобы превозмочь ее навеки Убейте меня Убейте меня, уверные друзья Ведь в моем убиении жизнь превыше жизни Для влюбленных единственный лектор Красота возлюбленного Их единственная книга и лекция и урок Его лик Внешне они молчаливы Но их проникновенное понимание Воспаряет к высокому трону их друга Их единственный урок Иступление, дрожь и кружение А не педантичное указание закона Я поражаюсь тем искателем чистоты Которые, когда настает время полировки Жалуются на грубое обращение Любовь как судебный иск Испытать суровое обращение Это доказательство Если доказательств нет Иск проигран Не предавайся скорби Когда судья требует доказательств Поцелуй змею Чтобы обрести сокровище Эта жестокость Эта жестокость не по отношению к тебе, сынок А по отношению к зловредным качествам внутри тебя Когда выбивают ковер Удары направлены не на ковер А на пыль в нем Равнина, где выросла эта страшная трава Вырастила также и противоядие, сын мой Противоядие молвит тебе Ищи у меня защиты Ибо я ближе к тебе, чем яд Мирское имущество и это тело Талый снег Однако Бог покупает их Ибо сказано Аллах купил Ты предпочитаешь Растаявший снег Тому, что предлагает Бог Ты подозрителен А потому не обладаешь несомненностью Есть в тебе это причудливое мнение Которое не долетит до сада несомненности Каждое мнение на самом деле Жажда уверенности И хлопанье крыльев в погоне за ней Когда достигнуто знание Крыло становится стопой А знание ощущает Благовухание того сада На этом проверенном пути Знание ниже несомненности Но превыше мнения Знай, что знание Искатель несомненности А несомненность Искатель видения и интуиции Каждый, кто опален Божественным солнцем Станет крепок, как камень Без страха или стыда Черты его лица Огненные и завесораздирающие Как лик несравненного солнца Каждый пророк был твердоликим В этом мире И сражался единоручно Против воинства королей Не отворачивался от страха или боли Но одинок И в одиночку Бросался против целого мира Камень твердолик И смел его взгляд Он не боится кирпичей Швыряемых миром Ибо кирпичи обрели силу В печи для обжига А камень затвердел Благодаря Божьему мастерству Твои муки Поиск пути ко мне Вчера вечером Я слышал Твои громкие вздохи Я способен Без отлагательств Дать тебе доступ Показать проход Спасти тебя Из водоворота времени Да помог ты вступить В сокровищницу единения со мной Но сладостность и наслаждение Место отдохновения Пропорциональны болезности странствия Только тогда ты станешь Наслаждаться Родным городом родней Когда испытал Муки изгнания Когда ты читаешь Коран Не смотри на внешнее Сын мой Иблис считала дама Не более чем глиной Поверхностный смысл Корана Подобен человеческой форме Хотя его черты видимые Дух его сокрыт Дядьки смотрят на племянника сто лет И однако его внутреннего состояния Не видят и на волосок Ограничено время И вода изобильная утекает Пей же, пока не развалился на куски Существует славный канал Наполненный жизнью водою Черпай воду, чтоб плодоносным стать Мы пьем воду хызра Из реки речений Произнесенных святыми Придите, жаждущие И даже если не видишь ты воду Подобно слепцу Искусно приноси кувшин свой к реке И черпай из нее Хызр в исламской традиции Мистический покровитель суфиев и путников Отпивший из источника живой воды Религиозный закон, Шириад Подобен свече, указующей путь Если ты не владеешь свечой Нет и странствия Когда же достиг ты пути Твое странствие Путь-трикат А конец путешествия Истина-хахикат Потому говорится Будь реальность проявлена Не было бы религиозных законов Приходите невольно Приводной механизм для разумных Приходите добровольно Весна тех, кто потерял свои сердца Влюбленный в погоне за возлюбленной Когда приходит возлюбленная Влюбленный исчезает Ты влюблен в Бога А Бог таков Что когда Он приходит От тебя не остается единого волоска От Его взгляда исчезает сотня таких, как ты Я думаю, что ты влюблен в ничто Ты тень А влюблен в солнце Когда приходит солнце Тень тотчас исчезает Таков искатель при дворе у Бога Когда приходит Бог Искателя больше нет Хотя единение с Ним есть бессмертие Превыше бессмертия Но сначала это бессмертие состоит в умирании самости Отражения, ищущие свет Исчезают, когда свет появляется Может ли разум остаться Когда Он повелевает Ему уйти Всякая вещь гибнет Кроме Его лика Пред Его ликом гибнет существующее и несуществующее Существование в несуществовании Поистине великолепно В этом месте Богопроявленности Все умы пребывают в растерянности Когда природа стекает этой точки Оно ломается Любовь чужестранка В обоих мирах В ней 72 безумства Она спрятана Проявлено лишь ее замешательство Душа духовного владыки тоскует о ней Религия любви Иная, чем 72 религиозных толка Пред ней царский трон, как путы Во время Сэма певец любви заводит мелодию Служение путы, а владычество забота Так что же тогда любовь? Море небытия Там разум сломит ногу, не в силах выплать О служении владычестве известно всем Но путь влюбленного скрыт Двумя этими завесами Сэма Слушание духовной музыки Родение Будь осторожен Не говори Помнишь, такой-то и такой-то посеял А соронча все пожрала Чего ж я буду утруждаться и рисковать? Почему я должен расставаться с кукурузными зернами в моей руке? Между тем, к твоему замешательству Тот, кто посеял и потрудился Наполняет свой амбар зерном Поскольку влюбленный продолжает терпеливо стучать в дверь В конце концов, он однажды добьется близости Переломав ноги, Бог одыряет крылом Сходным образом, в глубине западни Он открывает лазейку для побега Бог сказал Не обращайте внимания Высоко ли вы на дереве или же в канаве Устремляйте внимание на меня Ибо я ключ пути Поскольку ты этого хочешь Бог этого хочет Бог дарует преданным исполнение желаний Раньше он как бы принадлежал Богу Но теперь Бог принадлежит ему Пришло в возмещение Слуга жалуется Богу на боль Он стонет сотней разных голосов Бог говорит Но в конце концов, скорбь и боль Заставили тебя поступить правильно И взывать смиренно ко мне Жалуйся уж скорее на выпадающие тебе щедроты Отталкивающие тебя от моей двери На самом деле, каждый враг твой Твое исцеление Он эликсир Дар, стремящийся завоевать твое сердце Ведь ты выстремляешься из-за него в уединение Взывая о Божьей помощи Здравомыслящий человек спросил Иисуса Что в целом мире тяжелее всего перенести Он, душа моя, тот отвечал Тяжелее всего Божий гнев От которого сотрясается ад, как и мы А в чем же спасение от Божьего гнева? Молвил Иисус Отказаться немедля от гнева своего Когда ты поступил дурно, будь начеку Не благодушествуй Ибо это злое зерно, которое Бог может побудить к росту Он покрывает его некоторое время И дает тебе возможность ощутить печаль и стыд Во времена Умара этот правитель верующих Собирался подвергнуть вора наказанию Вор вскричал «О, правитель земли! Это мое первое преступление! Смилуйся!» «Не дай Бог!» — сказал Умар «Чтобы милостивый карал с первого раза» Его милость покрывает грешника много раз Пока его справедливость уже невозможно спрятать И тогда, наконец, явлены оба атрибута Первый, чтобы дать надежду А второй — для удержания Знай, что межверными существует древний союз Верных много, но вера одна Их тела многочисленны, но душа едина Кроме того понимания, которое есть и у Алла или осла Люди обладают иным разумом и душою И опять же в святом, обладателе божественного дыхания Есть душа и разум не такие, как у людей Души волков и собак все доедино и раздельны Но души Божьих львов пребывают в единении Своей внешней формой ты микрокосм А в действительности ты макрокосм Пророк сказал «Я подобен ковчегу во время всемирного потопа Я и мои сподвижники, как корабль Ноя Кто за нас держится, обретен духовную благодать Когда ты с шейхом, то далеко отстоишь от зла Днем и ночью ты странствуешь в ковчеге Ты под защитой жизнедарующего духа На корабле ты во время сна продвигаешься по пути Не порывай с пророком своего дня Не полагайся на собственные навыки и шаги Даже и такому льву, как ты Следовать по пути без проводника Высокомерно, глупо и достойно презрения Вступи на борт и подними паруса Как душа, отплывающая к своему возлюбленному Птица, искушаемая приманкой Быть может, все еще сидит на крыше Но и с распростертыми крыльями Она уже попалась в селки Если она от всей души предала свое сердце приманке Считай, что она попалась Хотя еще может казаться, что она свободна Считай те взгляды, которые она бросает на приманку Путами, которые она сама затягивает на собственных ногах Не властвуя даже над собственной бородой Можешь ли ты властвовать над добром и злом? Невзирая на твои желания, сидеет твоя борода Постыди же свои бороды Ты склонный к самолюбивым мечтаниям Бог, владыка царства Кто склонит перед ним голову Получит сотни царств и безземного мир Но сокровенный вкус единого поклона Богу Будет слаще для тебя, чем сотни империй И тогда ты воскрикнешь смиренно Мне не надо иного царства Кроме царства этого поклона В колодце этого мира существуют оптические иллюзии Наименьшее из них заключается в том Что камни кажутся золотом В фантазиях играющих детей Обломки, с которыми они играют Предстают золотом и богатствами Однако алхимия, практикуемая познающими Бога Обесценивает в их глазах золотые жилы Сэма — это пища влюбленных в Бога Ибо в ней присутствует вкус успокоенности ума Отслышание определенных звуков набирает силу видения Пока оно не обретает конкретные формы воображения Огонь любви разгорается от мелодий Тело — наше завеса в этом мире Мы как море, скрытое под соломинкой Даже когда тебе везет и ты обладаешь властью Все равно процветание есть нечто отличное от тебя Однажды оно уходит и оставляет тебя бедняком О ты, кто был избран Будь своей собственной удачей Когда ты станешь своим собственным богатством У человека реальности Как же ты, будучи процветанием, сможешь утратить себя? Как ты утратишь себя, у человека благих качеств Когда твоя сущность, твое богатство и твое царство? Когда ты говоришь «Я невежественен», научи меня Подобная честность лучше фальшивой репутации Учись у своего праотца Адама Он сказал «О Господь наш!» И да, мы были неправедны Он не искал оправданий и не прибегал ко лжи Как они поднимал он знамя уклончивости Любовь корабля избранных Это спасение от краха Продай разумность и купи неистовство Твоя разумность может обернуться просто мнением Тогда как неистовство, ногой и видение Пожертвуй своим пониманием в присутствии Мохаммада Скажи «Бога для меня достаточно» Пожертвуй разумом из любви к другу Ведь в любом случае разум приходит оттуда, где есть он Духовно разумные отправили свой разум и обратно к нему Только глупцы остаются там, где возлюбленного нет Если из-за восхищенности разум вылетит у тебя из головы Каждый кончик твоих волос станет новым постижением В присутствии возлюбленного мозгу не надо трудиться Ведь там мозг и разум самопроизвольно созидают поля и сады духовного знания Тело подобно письму Загляни в него и посмотри, достойно ли оно того, чтобы его читал царь Отойди в угол, открой письмо и прочитай, что в нем Убедись, что его слова годятся для царственной особой Если оно не годится, разорви его в клочки Напиши другое письмо Исправь ошибки Но не думай, что легко вскрыть письмо тела Тогда бы каждый с легкостью открыл тайну сердца Как же трудно вскрыть это письмо Это лишь для сильных Не для тех, кто играет в игры Если тащишь тяжелый мешок Не забудь в него заглянуть и убедиться Что внутри горькое или сладкое Если оно стоит того, чтобы нести с собой Неси А иначе вытряхни мешок и освободись от бесплодных усилий и бесчестия Клади в свой мешок только то, что достойно быть врученным праведному владыке Все в этом мире притягивает что-нибудь к себе Вероотступничество притягивает не верующих А великодушие того, кто следует праведному наставничеству И магнит, и янтарь притягивает Будь ты железо или солома Тебя притянет Если ты солома, тебя притянет к янтарю А если ты железо, то к магниту Когда кто-то не связан с благим Он неизбежно станет соседом развращенного Если во тьме неведения ты не распознал подлинную природу человека Взгляни, кого он избрал себе в предводители Есть две разновидности разума Одна та, что ребенок получает в школе из книг от учителей Новые идеи и запоминания Твой разум может возвыситься над другими Но хранение всех этих познаний – тяжелое бремя Ты, столь занятый поиском знания Должен быть хранящей скрижалью Но сохраненная скрижаль – та, которая ушла превыше всего этого Ибо иной вид разума – Божий дар Это источник в глубине души Когда воды Бога данного знания изливаются из груди Они никогда не застаиваются и не загрязняются И если путь наружу перекрыт, какой в этом вред? Ведь она течет постоянно из дома сердца Приобретенный разум подобен водопроводу, идущему в дом с улицы Если трубы перекрыты, дом остался без воды Ищи источник в себе самом Сидящий среди друзей Прибывает среди цветущего сада Даже если он в огне Сидящий среди врагов Прибывает в огне Даже если он посреди сада Молчание – море, а речка – крика Море ищет тебя Не ищи реку Не отворачивайся от знаков, предлагаемых тебе морем Когда ты сидишь подле возлюбленной Отошли посредника прочь Для того, кто вышел из детского возраста Письма и посредники – только помеха Зрелый человек читает письма Но только для того, чтобы научить других Он произносит слова Но лишь для того, чтобы его поняли другие Повторять слухи в присутствии тех, кто обладает видением Только показывать недостаток пробужденности В присутствии видящего Молчание тебе на пользу По этой причине Бог провозгласил Храни молчание Когда ты наслаждаешься единением с возлюбленным Каждое мгновение подобно пребыванию на краю крыши Ты подчас дрожишь от страха, что лишишься этого наслаждения Скрывай как сокровище это мгновение Не выставляй его на показ Не дай бедствию обрушиться на твою любовь Будь на чеку Иди с осторожностью туда, где таится засада Страх потери, испытываемый духом В этот момент наслаждения Есть признак того, что спуск начался Даже если ты не видишь таинственную кромку крыши Дух ее видит и содрогается К каждому неожиданному наказанию Постигающему нас Мы подвергаемся на кромке башни наслаждения Поистине нет иного падения Кроме как с края той крыши Если ты не выдерживаешь блошиного укуса Как же ты стерпишь укус змеи? По видимости, я разрушаю сделанное тобою Но в действительности я превращаю шип в розовый сад Увидев человека, пахавшего землю Глупец не в силах сдержаться, вскричал «Зачем ты портишь эту почву?» «Глупец», — сказал человек «Оставь меня в покое Попытайся увидеть различия Между уходом за почвой и ее разрушением Как же эта почва станет розовым садом Если она не потревожена и не возделана?» Сколь многие дошли до самой Сирии и Ирака Не увидев ничего, кроме неверия и лицемерия Как много дошедших до самой Индии Герата И не увидевших ничего, кроме купли-продажи Исколь многие дошли до Туркестана и Китая Но не увидели ничего, кроме обмана и жульничества Если у путника нет иного объекта восприятия Кроме внешних ощущений Пусть ищет хоть по всему миру Он не найдет ничего духовного Если корова вдруг забредет в Багдад И пройдет весь город от края до края Из всех его удовольствий, радости и услад Она не увидит ничего, кроме ломтика арбуза Бог дал тебе полирующий инструмент Разум Дабы засверкала поверхность сердца Человек, как речная вода Если ее взбаламутить, не видно дна Речное дно покрыто драгоценными камнями и жемчугом Будь внимателен, не взбалтывай воду Ибо первоначально она чиста и свободна от загрязненности Человеческий дух напоминает атмосферу Когда воздух смешивается с пылью Он заслоняет небо и не дает глазу увидеть солнце Но когда пыль уседает, воздух опять чист Несмотря на твою полную затемненность Бог может послать тебе знамения Дабы ты мог найти путь к спасению По Божьей милости в рай идет восемь дверей Одна из этих дверей – раскаяние, дитя мое Все другие двери иногда открыты, а иногда закрыты Но дверь раскаяния не закрывается никогда Приди, не упускай эту возможность Дверь открыта Немедля проноси туда свои пожитки Разрожь сей дом Ибо сто тысяч домов можно построить из этого драгоценного камня Сокровище лежит под домом И нет иного пути Не бойся разрушить дом и не стой неподвижно Ведь даже из той части сокровища, что держишь в руке Возможно воздвигнуть без страданий более тысячу зданий В конце этот дом сам обратится в руины И сокровище под ним будет открыто наверняка Но тогда этот клад не будет твоим Ибо твоя душа получает этот божественный дар Как воздаяние за разрушение дома Не приложив труда, она не получает оплаты В мире грядущем Каждой душе будет дано сполна Что она приобрела Слушай капля Откажись от себя без сожаления И в обмен обрети океан Слушай капля Окажи себе эту честь И в объятиях моря найди безопасность Поистине кому это может так повезти Океан добивается капли Бога ради Бога ради продай и купи одновременно Дай каплю А возьми это море Полное жемчуга Послушай мое сердце Не поддавайся любой опьяненности Иисус опьяняется Богом А осел пьян от ячменя В битве трусы, опасаясь за свои жизни Избрали путь отступления Тогда как храбрецы, также из страха за свои жизни Бросились на вражеские войска Герои рождаются благодаря страху и боль И также из страха Молодушные умирают внутри Бог обратился к Моисею посредством сердечного наития Говоря О избранник, я возлюбил тебя Моисей отвечал О щедрый Скажи, какое качество во мне послужило тому причиной Чтобы я мог его усилить Бог сказал Ты как ребенок в присутствии матери Когда она ругает его Он за нее все равно крепко держится Он даже и не знает Что в целом мире есть кто-то помимо нее От нее исходит его печаль Но и упоение радости Также от нее Если мать дает ему затрещину Все равно он идет к ней и цепляется за нее Он не ищет помощи ни у кого другого Она все его зло И все его добро И твое сердце сходным образом Не в благоприятных обстоятельствах Не в нужде Никогда не отворачивается от меня Для твоего взора Все, кроме меня Подобно камням и комьям земли Будь они молоды Или же стары Как тебе мы поклоняемся С мольбой упования Так и в беде Мы только тебя Просим помочь Рука превышает руку У дитя в навыке и в силе И так вплоть до сущности Божьей Конечный предел всех рук Пожья рука Конечный предел всех бурлящих потоков Несомненно море В нем беру свой исток облака И в нем потоки Приходят к концу Многие отправляются в путь Как раз из того места Где находится предмет их поиска Дальновидности похвальба спящего Бесполезны Это не что иное Как фантазия Не поддавайся ей Ты дремлешь Но по крайней мере Ты дремлешь на пути Ради Бога Спи на Божьем пути Чтобы случайно путник Следующий по нему Наткнулся на тебя И вырвал тебя Из фантазии твоей дремоты Спящим увидится Во сне мучительная жажда Тогда как вода Ближе к нему Чем его шейная артерия Бог изгнал бесов Из своего наблюдательного пункта Он лишил частный интеллект Его независимости Говоря Перестань давлеть Ты не самодостаточен Нет, ты ученик сердца И создан учиться у него Ступай к сердцу Иди Ведь ты часть сердца Внимай Ибо ты раб этого справедливого царя Быть его рабом лучше Чем быть владыкой Только сатана говорит Я лучше Узри различия И отдай предпочтение Служению Адама А не гордыне иблиса Для пророка Си мир погружен В прославление Бога Тогда как нам он Предстает нерадивым Для его глаз Мир наполнен Изобильной любовью А для глаз других Он кажется Косным и безжизненным Для его глаз Долины и холмы Пребывают в плавном движении Он слышит утонченное Рассуждение Дерной камней Для простолюдина Этот мир мертв И закован в цепь Никогда я не видел Более поразительной Завесы слепоты Неудивительно Что душа не помнит Свой исконный дом Своё первозданное Жилище И место своего рождения Ведь мирской сон Скрывает её Как облака Прячут звёзды Она прошла Через столько городов И были ещё Не сметена С её восприятия Она не потрудилась Чтобы очистить сердце И внимать прошедшему Дабы сердце Могло одним глазком Увидеть сквозь отверстия Таинства И узреть Раскрытыми глазами Собственное Начало Субтитры подогнал «Симон» Вода говорит тем, кто нечист «Послушайте Идите сюда Ибо моя природа Сопричастна Природе Бога Я могу принять Всю вашу грязь И сделать даже бесы Чистым, как ангел Когда я загрязняюсь Я возвращаюсь К источнику Источника чистоты Там я снимаю Через голову Рубаху И он наделяет Меня чистой одеждой Опять Таков его труд А мой труд Таков же Господь людей Украшает мир Любовь Шепчет мне на ухо Лучше быть добычей Чем охотником Стань моим Юродивым Отрекись От высокого положения Солнца И превратись В пылинку Приди Поселись У моей двери И будь бездомным Не притворяйся Что ты свеча Будь мотыльком Чтобы почувствовать Вкус жизни И созерцать Господство Таящееся в служении Если ты мудр Как божий друг Огонь для тебя Что вода Особенно Сей огонь любви Который является Душой И всех услат воды А ты мотылек Но невежественный Мотылек Ведет себя Не так как мы Он видит свет А попадает в огонь Сердце мистика Видит огонь Но входит в свет Огню предано Сходство с водой А в том Что кажется огнем Забил фонтан Щедрый пророк Высказал это Так удачно Крупица разумения Лучше для тебя Чем пост И совершение намаза Поскольку разумение Есть сущность А не лишь явление Никогда Старый волк Не пускайся В леси икры Не совершай Служения Ради господства Бросайся В огонь Как мотылек Не пытайся Извлечь Из служения Выгоду Играй честно Ради любви Стань ничем Избегни опасности Не ищи Милосердие В сердце Подобном Наковальне После того Как ты стал ничем Нет нужды Опасаться Наковальни Каждое утро Бери уроки У абсолютной Нищеты То есть У полной Непривязанности К чему-либо Кроме Бога Допустим Ты знаешь Определение Всех субстанций И того Что они порождают Какой в этом Толк Знай Подлинное Определение Самого себя Это Незаменимо А когда Ты узнаешь Определение Для себя Самого Беги От него Чтобы ты Мог достичь Одного Которого Определить Невозможно О просеиватель Праха Не выдирайте Себе перья Но Отвяжите Своё сердце Отвожделение К ним Ибо Существование Врага Необходимо Для ведения Сей священной Войны Коли нет Врага Невозможна Священная Война Если нет У тебя Вожделений Не может быть И подчинения Божественному Велению Невозможно Воздержание Если у тебя Нет желания Без противника То сжигает Всё Кроме Возлюбленной Влюблённый Заносит меч Ничто Дабы Изгнать Всё Кроме Бога Что же Остаётся После Ничто Ничего Кроме Бога Всё Остальное Исчезает Хвала Тебе Всесильная Любовь Разрушительница Всех Божеств Мудрый Пророк Сказал Что Никто Из Умерших Испешившихся Со скакуна Своего Тела Не Ощущает Скорби Из-за Ухода И Смерти А Только Лишь Из-за Упущенных Возможностей И Несовершённого Блага Поистине Каждый Умерший Хотел Бы Чтобы Прибытие В пункт Назначения Произошло Пораньше Злобный Чтобы Было Меньше Времени На Злобу А Преданный Чтобы Быстрее Добраться До Дому Когда Благодаря Духовной Нищете Кто-либо Облагодетельствован Несуществованием Он Подобно Мохаммеду Теряет Свою Тень Фана Наделила Влагодатью Пророка Сказавшего Нищета Моя Гордость Он Лишился Тени Подобно Пламени Свечи Когда Свеча Полностью От верхушки До основания Превратилась В пламя Тень Тень Способна К Ни Приблизиться Восковая Свеча Спаслась От Себя И Свои Тени Бегством В Свечение Ради Того Кто Сотворил Ее Бог Сказал Я Я Создал Тебя Для Фана Она Она Отвечала Я Нашла Прибежище Фана Фана Исчезновение Индивидуального Бытия В Боге В день Воскрешения Солнце И Луна Освобождаются От своего Служения И Глаз Зарит Источник Их Сияния Затем Он Начинает Отличать Неотъемлемую Собственность От Заема И этот Проходящий Караван От Неприходящего Дома Тайна Речения Нищета Моя Гордость Возвышена Она Предостерегает Ищи Убежище Отталченных В том Кто Самодостаточен Сокровища Зарыты В разрушенных Забытых Местах Скрытых От жадности Тех Кто Живет Богатстве Если Не Можешь Ты Вырвай Свои Собственные Красивые Белья Ступай Живи Одиноко Не Дай Другим Вовлечь Тебя В Беспутство Ведь Ты Кусок Еды И Друг 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 Старается Старается Завоевать Сердца Хотя Свою Собственное Потерял Не Будь Же Примитивнее Птицы В твоем Поиске Ведь Даже Воробей Видит Что Было До И Что Будет После Когда Птица Приближается К ловушке Она В этот Момент Вертит Головой Вперед И Назад Как Б Говоря Нет Ли Поблизости Охотника Надо Ли Быть Осторожный Могу Жизнь Без Раскаяния Духовная Огония Если Бог Для Тебе Отсутствует Неизбежна Смерть И Жизнь И Смерть Сладостны В присутствии Бога Без Бога И Живая Вода Огонь Несуществование Это Божья Мастерская Где Он Постоянно Производит Дары Он Побудил Несуществующие Пристать Великолепие Существование Тогда Как Подлинно Существующие Кажется Несуществующим Он Спрятал Море Однако Сделал Пену Видимой Он Скрыл Ветер Но Демонстрирует Пыль Пыль Кружится В воздухе Выше Минорета Разве Она Поднимается Сама По Себе Ты Видишь Пыль В высоком Полете Но Ветра Не Видишь Хотя И Догадываешься О нем Ты Видишь Белоглавые Волны Расходящиеся Во всех Направлениях Но Без Моря Пена Не Могла Бы Двигаться Ты Видишь Пену Посредством Органов Восприятия О море О море Посредством Умозаключений Точно Так Же Как Речь Проявлена А Мысль Сокрыта Семь Мир Чаредей А мы Купцы Приобретающие Лунный Свет Метр За Метром Когда Он Забирает Деньги Нашей Жизни Кошелек Пуст А мы Остались Без Холста Ты Должен Произносить Прибегаю Я К Господу Взывать О ты Который Един Приди Спаси Меня От Зла Дующих Но Злый Но Взывай К нему Еще Языком Деяний Ведь Слаб Язык Слов Что Такое Справедливость Давать Воду Деревьям Что Такое Несправедливость Давать Воду Сорнякам Справедливость Оделять Щедротами То Что Надлежит А не Каждый Корень Всасывающий Влагу Ты Бежишь От Любви Из-за Единственного Унижения Что Ты Знаешь О Любви Кроме Названия У Любви Сто Форм Гордости И Презрения Ее Обретаешь Сотни Разных Способов Убеждения Поскольку Любовь Неизменна Она Покупает Тех Кто Предан Она Не Заинтересована В неверных Спутниках Человек Напоминает Дерево Его Корень Завет С Богом Этот Корень Следует Сохранять Изо Всех Сил Ославленный Завет Подгнивший Корень Безблагодатный Бесплодный Хотя Ветви Листья Финиковой Пальмы Зелены Зелень Не Приносит Пользы Если Корень Испорчен Если Ветвь Не Испорчен Корень Крепок Сотни Листьев Протянут В конце Концов Свои Руки Преобладание Милости Над Гневом Существует Это Так У Юноша Прощение Давлело В природе Господа От Века А Его Избранные Служители По Необходимости Обладают Той Ж Предрасположенностью Их Водяные Мешки Наполнены Водой Истока Посланник Бога И Мистический Наставник Сказал Что Люди Следуют По Стопам Своих Предводителей Утренние Заря Малое Воскрешение Искатель Убежища Посуди Основываясь На этом Каким Будет Воскрешение Великое Разве Пишут По тому Месту Которое Уже Было Исписано Или Сажают Росток Туда Где Растет Другой Нет Ищут Чистый Лист Бумаги И Сеют Зерно Где Не Было Посеяно Брат Будь Голой Землей Будь Чистым Листом Бумаги Которые Не Коснулись Письмена Чтобы Чтобы Тебя Тебя Могло Облагородить Перо Откровения И Дабы Благодатный Мог Посеять В тебе Зерно Если бы не было любви Преобразить Дай Меня Она дала мне Рай Когда я восклицал Увы Мое Увы Стало Веревкой Спущенной Мне В колодец Теперь Целый мир Не в силах Вместить Меня Приславен Ты Господь Неждан Ато Поместил Меня Вдали Оскорби Если бы Кончик Каждого Моего Волоска Вдруг Обрел Язык Все равно Ту Благодарность Что Причитается Тебе Выразить Было Бо Невозможно Среди Всех Этих Садов И Фонтанов Я Взываю К Людям О Если Б Мои Люди Знали Все Что Погружается Виноградный Сок Приобретает Привкус Винограда Будь то Морковь Или Яблоки Или Айва Ты Ищутишь В них Восхитительный Вкус Винограда Когда Твое Знание Погружено В свет Веры Люди Сбившиеся С пути Обретут Его С помощью Свет Все Что Ты Говоришь Будет Светоносно Ведь Небо Не Проливает Ничего Кроме Чистой Воды Стань Подобен Небу Стань Как Облако И Пролей Дождь Желоб Тоже Изливает Дождь Но Не Может Дождя Произвести Вода В Желобе Одолжена Вода Ж В Облаке Первозданна Твои Мысли Рассуждения Напоминают Желоб Вдохновение Откровение Подобно Облаку И небесам Дождевая Вода Создает Многоцветие Сада А из-за Желобы Возникают Раздоры С соседом Горы Понимания Погрузились В моря Воображения И водовороты Фантазий Горы Престыжены Этим Потопом Где Безопасное Место Кроме Ковчега Ноя Из-за Этих Фантазий Прячущихся У дороги Веры Подобно Разбойникам Последователи Истинного Пути Разделились На 72 Религиозных Толка Служи Господу И тогда Возможно Ты станешь Влюбленным Преданное Служение Способ Достичь Любви Слуга Желает Свободы От судьбы Тогда Как Божий Влюбленный Желает Никогда Не быть Свободным Опять Некоторые Слуги Стремятся К выгоде Хотят Почетной Одежды Почетное Деяние Влюбленного Видение Возлюбленного Ни заключенные Ни в речи Ни в слухе Любовь Океан Чью Глубину Увидеть Невозможно Капли Моря Бесчисленны Но И семь Морей Мелки В сравнении С этим Океаном Засунь руку Под ковер Будь хитер Чтобы тебя Не сглазили Набери полный Кулак Под ковром И положи Деньги В руку Нищего Чей хребет Сломлен Бедностью Отныне Одаряй Щедро Давай Спрятанный Жемчуг Каждому Кто Этого Желает Ступай Будь верен Словам Рука Аллаха Над их Руками Как Божья Рука Дерись Хлебом Насущным Без расчетов Прости Должникам Их долги Подобно Дождю Озерени Ковер Ковер Истина Голод Царь Снадоби Послушай Прими Голод Близко К сердцу Не Относись К нему С презрением Все Несладкое Делается Сладким От Голода Без Голода Даже Изысканные Яства Без Вкусны Послушай Уповай На Бога Не Давай Своим Рукам И Ногам Трястись От Страха Твой Хлеб Насущный Более Влюблен В Тебя Чем Ты В Него Он Влюблен В Тебя И Таится Лишь Потому Что Знает О Твоей Недостаточной Самоотреченности Если Б Ты Б Ты Б Самоотречен Хлеб Насущный Бросился Б В Твои Объятия Как Поступает Влюбленный Что Это За Лихорадочная Дрожь Из-за Страха Голода Уповающий На Бога Накормлен Досыта Если Ты Видишь Что Вскипают Котолы Мыслей Взгляни С разумением Так Жена Огонь Бог Сказал Йову Я Милостиво Наделил Даром Терпения Каждый Твой Волос Прислушивайся Не Обращай Так Много Внимания На Своё Терпение Ты Насмотрелся На Своё Терпение Теперь Взгляни На Меня Тебе Его Дарующего Истолкование Священного Текста Истина Если Оно Пробуждает В тебе Надежду Энергию Трепетный Восторг Если Жено Вызывает Неродивость В служении То Дело В Следующем Это Искажение Смысла Сказанного Неподлинное Истолкование Это Речение Было Дано Чтобы Вдохновлять На Служение Чтобы Бог Мог Взять Руки Тех Кто Потерял Надежду И Их Спасти Спрашивая Смысли Корана Только Сам Коран И Того Кто Поджёг Свои Пустые Фантазии И Уничтожил Их Кто Принёс Себя Корану В жертву Низко Кланяясь Уничижение Так Что Коран Стал Сущностью Его Духа Если Розовое Масло Посвятило Себя Полностью Розе Можешь Нюхать Либо Масло Либо Розу Как Тебе Угодно Отвергни Любовь Людей К Тебе И Приучись Любить Бога Ты Имеющий Столь Высокое Мнение О Себе Ты На самом Деле Молчаливей Ночи Доколе Ты Будешь Искать Покупателя Для Своих Слов Твои Слушатели Кивая Головой В твоем Присутствии Но Понапрасно Ты Тратишь Время Стремлясь Привлечь Их К себе Ты Говоришь Мне Не Завидуй Но Как Я Могу Завидовать Тому У кого Ничего Нет Наставлять Никчемных Все Равно Что Рисовать На Комьях Земли Обучай Себе Любви К Богу И Духовному Зрению Это Нетленно Подобно Узору Высеченному В камне Твое Собственное Я Единственный Ученик Который Остается По-настоящему Верен Тебе Все Остальные Исчезают Где Их Будешь Искать Где Пытаясь Сделать Их Начитанными И Знаменитыми Ты Разрушаешь Себя И Растрачиваешь Свои Знания Но Когда Твое Сердце Едина С Реальностью Ты Можешь Говорить Без Боязни Опустошиться Так Божественное Появление Читай Пришло Пророку Со словами О Праведной Это Беспредельный Океан Для Которого Невозможно Неудача На Стоимость Сокровища Указывает Количество Замков Хранящих Его Величие Царепутника Обозначено Замысловатыми Изгибами Пути Горными Перевалами Которые Преодолеть Необходимо И Разбойниками Там Засевшими Дорогая Душа Одна Любовь Прекращает Споры Ибо Она Одна Приходит На Помощь Когда Ты Взываешь О Спасении От Диспутов Красноречие Ошеломлено Любовью Оно Не смеет Вступить В пререкание Поскольку Влюбленный Боится Что если Он ответит То Жемчуг Внутреннего Опыта Выпадет У него Изо рта Сподвижник Пророка Сказал Всякий Раз Когда Пророк Читал Нам Стихи Корана В то Мгновение При Изобильности Сеизбранный Посланник Просил Нас О Внимании И Почтении Так Бывает Когда Птица На голову Тебе Присела И Душа Трепещет От Страха Что Улетит Она Не Смеешь И Пошевелиться Боясь Что Воздух Птица Прекрасной Взлетит Дышать Не Смеешь Сдерживаешь Кашель Лишь Бо Не Улетела Прочь Жар Птица А Если Кто-то Обратится К тебе С ласковыми Или Горькими Словами Ты Приложишь Палец Губам Показывая Тссс Ошеломленность Подобна Твой Птице Она Заставляет Тебя Умолкнуть Она Закрывает Чайник Крышкой И Наполняет Тебя Кипением Любви Когда Ключ Бьет Из Камня Камень Исчезает В ключе После Чего Никто Не Назовет Его Камнем Видя Всплеск Столь Чистой Воды Знаешь Что Эти Тела Сосуды Ценные Тем Что Бог Изливает Через Них О Скрытый Ты Кто Наполнил Мир От Востока И до Запада Своим Сиянием И Кто Превыше Света Востока И Запада Ты Сокровенная Основа Сознания Открывающая Наши Потаенные Мысли Ты Взрывная Сила Которая Восвобождает Наши Запруженные Реки И Заставляет Их Ринуться Вперед Ты Ищешь Знания В Книгах Что За Нелепость Ты Ищешь Удовольствия В Сладостях Что За Нелепость Ты Море Постижений Скрытые В Капле Росы Ты Вселенная Таящаяся В теле Длиной В полтора Метра Бог От века Делает Тайное Явным Поскольку Оно Вырастает Не Сажай Дурного Зерна Дождь И Облака И Огонь И Это Солнце Испокон Веков Выносят На поверхность Предметы Спрятанные В земле Если Ты Ищешь Подлинное Я Оно Не Станет Искателем Тебя Только Когда Ты Умер Для Себя То Что Ты Ищешь Будет Искать Тебя Если Ты Жив Как Обмывальщик Трупов Омоет Тебя Если Ты Ищешь Как То Что Ты Ищешь Отправиться На поиск Тебя Любовь Ничего Не Имеет Общего С Пятью Чувствами И шестью Направлениями Ее Единственная Цель Испытать Притяжение Вызванное Возлюбленным Потом Возможно Бог Пошлет Соизволения Тайны О которых Должно Быть Сказано Будут Раскрыты Скоростноречием Более Соответствующим Пониманию Чем Эти тонкие Запутанные Намеки Тайна Соучаствует Ни с кем Иным Как Знающим Тайну В ухе Скептика Тайна Вовсе Не тайна Ноин Девятьсот Лет Продолжал Звать Свой Народ К Богу Но Людское Отрицание Возрастало С каждым Мгновением Разве Ослаблял Он Когда-нибудь Вожьей Речи Разве Заползал Он В пещеру Молчане Сам Себе Он Сказал Неужели Караван Возвращается Из похода Из-за Собачьей Возни Илая В ясную Ночь Разве Собачий Вой Задерживает Шествие Полной Луны Луна Отбрасывает Свет А Собака Лает Каждый Поступает На Противоположностях И не перенесет Тебя В единоцвете Мира Без сражений Тот мир Процветает Вовеки Поскольку Не состоит Из Противоположностей Говорящий Слово И слышащий Слово И само Слово Все три Становятся Духом В конце Птица Летит К своему Гнезду На крыльях Крылья Для человека Стремление В том Случае Когда Влюбленный Загрязнен Добром И злом Не обращай Внимания На добро И зло Обращай Внимание Только На стремление Что Есть Душа Душа Осознание Добра И зла Радование Доброте Стенание От боли Поскольку Сознание Есть Сокровенная Природа И сущность Души Чем Более Ты Осознаешь Тем Более Ты Духовен Осознавание Это Результат Воздействия Духа Всякий У кого Осознание В достатке Является Человеком Бога Спаси Спаси От тюрьмы Свободоволия О благословенный И долготерпящий Вседержитель Одностороннее Притяжение На дороге Прямой Лучше Чем Двустороннее Растяжение Замешательства Хотя Ты Единственная Цель Двух Этих Путей И Все Сия Двойственность Мучительна Для Духа Хотя Конечный Пункт Обоих Этих Путей Ты Один Все Равно Битва Никогда Не Похожа На Пиршество Прислушайся К Объяснению Данному Богом В Коране Они Отказались Его Понести Это Замешательство В сердце Подобно Войне Когда Человек В затруднении Он Говорит Хотел Бы Я Знать Что Лучше В моей Ситуации То Или Это Когда Пребываешь В Замешательстве Страх Неудачи И Надежда На Успех Всегда Вражду И Друг С Друг С То Идя В Атаку То От Ступ От Тебя Идут Эти Перепады И Перетечения А Иначе У Преславной Мое Море Было Бы Спокойно Из Того же Источника Из Которого Ты Дал Мне Замешательство Сходным Образом Теперь Благосклонно Даруй Мне Ясность Самая Заслонка Против Ветерка Несуществования В богатстве Нет Постоянства Утром Оно Приходит А К ночи Развеяно По ветру Телесная Красота Также Не важна Розовой Щек И личик Обледнеет От Единой Царапины Нанесенной Шипом Благородство Происхождение Мало Что Значит Ведь Знакные Люди Падки До Денег И Лошадей Сыновья Аристократа Нередко Позорит Отца Своими Гнусными Поступками Не Прельщайся И Человеком Полным Талантов Хотя Он И Кажется Изысканным Пусть Предостережет Тебя Пример Иблиса Иблиса Обладал Познаниями Но Из-за Того Что Любовь Его Была Лишена Чистоты Он Не Увидел В Адаме Ничего Кроме Глиняной Фигурки Бог Лишил Силы Логи Логунов Следовать Своим Желаниям Значит Бежать От Бога И Проливать Кровь Духовности В присутствии Его Правосудия Мир Ловушка А Желание Наживка Избегни Ловушки И Быстро Обрати Лицо Свою Богу Когда Ты Следуешь Пути Ты Обретаешь Сотни Благословений Коли Идешь В Противоположную Сторону Плохи Твои Дела И Потому Пророк Сказал Советуйтесь Собственными Сердцами Даже Если Муфти Наставляют Вас Мирских Делах Откажись От Желаний И Тем Яви Его Милость Ты Узнал На Опыте О Жертве Которую Требует Он Ты Не Можешь Убежать Так Будь Его Слугою И Перейди Из Его Тюрьмы В Его Розовый Сад Когда Ты Постоянно Следишь За Своими Мыслями И Действиями Ты Все Время Видишь Справедливость И Судью Хотя Нерадивость Может Замкнуть Тебе Глаза Это Однако Не Препятствует Сиять Солнцу Если Ты Съел Слишком Много Меда Это Вызывает Жар у Тебя Не У Кого-то Еще Заработанные Тобой За День Не Дают В Конце Дня Кому-то Другому Из Совершенного Тобой Был Ли Чтобы Оно Так Или Иначе Не Вернулось К тебе Какое Зерно Ты Посадил А Пища Не Пришла К тебе Обратно Твои Поступки Порожденные Твоим Телом А Душой Цепляются За Твою Рубашку Как Твой Собственный Ребенок В мире Незримом Этот Поступок Обретает Форму Соответствующую Его Природе Разве Не Слышал Ты Стих Это Жизнь Лишь Игра И Забава Ты Набро Своё Промотал И Страх Внутри Нарастает Одежду Свою Ищи Пока Не Настала Ночь В Пустых Разговорах День Понапрасну Не Трать Тот Кто С радостью Отправляется В путешествие Если Он Путешествует Со Спутниками Продвигается В сто Раз Быстрее Хотя Осёл Малочувствителен Даже Осёл Приходит В радостное Настроение Одервиш В компании Сотоварищей Того же Рода И В результате Обретает Большую Сил Для Осла Идущего В одиночку И вдали От каравана Дорога В сто Раз Длиннее Из-за Усталости Насколько Больше Он Страдает От Понакания И Плети Ради Того Чтобы Пересечь Пустыню Самому Этот Осёл Как бы Говорит Тебе Внемли Не Странствуй В одиночку Подобным Образом Если Ты Не Осёл Непоколебимый Сердце Необходимо Для Достижений И У Того Кто Твёрд В Дружбе Нет Недостатка В Друзьях Будь Непоколебимым Другом Чтобы Иметь Друзей Без Числа Ведь Без Друзей Ты Беспомощен Волк Обычно Хватает Свою Добычу В тот Момент Когда Годовалая Овца Отбилась От Стада Друзья Возлюбленный Перекрыл Все Выходы Мы Хромой Олень А Он Охотящийся Лев Мы Загнаны В угол Свирепым И Кровожадным Львом Что Нам Остается Только Сдаться Этот Возлюбленный Как Солнце Не Спит И Не Ест Он Лишает Дух Сна И Обрекает На Голод Говоря Принди Будь Тай 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 Завес Ты Мой Разум Не Удивительно Что Я Тебя Не Вижу Ведь Мысли Так Запутаны Ты Ближе Ко Мне Чем Моя Шейная Артерия Корабль Самосознание Когда Разбит Вдребезги Становится Подобным Солнцу На Голубом Невосводе Из-за Того Что Ты Не Умер Твоя Агония Затягивается Исчезни На Рассвете У Свеча Тираза Знай Что Солнце Мира Скрыто Пока Видны Наши Звезды Замахнись На Самого Себя Буловой Разбей Свой Эгоизм На Куски Ведь Тересное Зрение Подобно Вате В Твоих Ушах Пророк Благих Вести Сказал Выражаясь Символически Умри Прежде Чем Ты Умрешь О Благородной Как И Я Умер До Смерти И Принес Сие Напоминание Запредельно Стань Воскрешением Духа Чтобы Ты Мог Испытать Воскрешение Это Становление Необходимо Для Прозрения Постижения Подлинной Природы Чего-либо Пока Ты Не Стал Им Ты Не Узнаешь Его Полностью Будь то Света Или Тьма Если Ты Станешь Разумом То Познаешь Разум В Совершенстве Став Любовью Познаешь Светящий Фитиль Любви Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Каждый в этом мире, будь то мужчина или женщина, умирает и постоянно переживает агонию смерти. Считай, что их слова – это последнее наставление, которое отец дает сыну. Таким образом, сочувствие и сострадание могут взрасти в твоем сердце, а корень ненависти и зависти может быть отрублен. Смотри на своих близких с такой направленностью, чтобы твое сердце сгорало от жалости к их смертельной агонии. Все, что прийти должно, придет. Полагай, что оно уже настало. Считай, что друг твой, уже испытываясь смертельной муки, теряет жизнь. Если свои корыстные побуждения не дают тебе это осознать, вырви их из своего сердца. Если же ты не можешь их вырвать, знай, что в каждом ощущающем свое бессилие есть свой обессиливатель. Бессилие – цепь, которой тебя приковали. Ты должен открыть глаза и узреть того, кто приковывает цепью. Золото – капитал, необходимый для базара этого мира. В мире грядущем капитал – любовь и два глаза, мокрый от слез. Если не видишь ты скрытой реки, узри, как постоянно вращаются звезд водяные колеса. Если небеса, не зная покоя, движимы любовью, ты сердца не требуя отдыха. Будь кружащейся звездою. Думаешь, Господь позволит тебе ухватиться за ветку? За что бы ты ни уцепился, Он это сломает. Пред Богом все подобно мечу. Смирись пред Ним и склонись пред Его битой. Как могло бы ты у мое сердце, будучи лишь одной из ста миллиардов частиц, не пребывать в беспрестанном движении по велению любви? Ученик подобен новой Луне, в действительности не отличающейся от Луны полной. Ее кажущееся несовершенство – признак постепенного увеличения. Ночь за ночью молодая Луна дает уроки постепенности. Она говорит взвешенно – оторопливый, только шаг за шагом можно взойти на крышу. Умелый повар держит котел на медленном огне. Жаркое, приготовленное в безумной спешке, никому не нужно. Прекрати болтовню. Как жаль, что ты не знаком с внутренней тишиной. Пошлифуй сердце день или два. Сделай это зеркало книгой размышления. Не жалуйся на страдания, ибо оно – размеренно скачущий конь, несущий тебя в несуществование. Друг твое прибежище и поддержка на пути. Если ты всмотришься, то увидишь, что друг и есть путь. Неси свои пожитки по направлению к молчанию. Когда ты ищешь знамение пути, не превращай себя в центр внимания. Пророк сказал, знай, что среди моря треволнений мои сподвижники подобны путеводным звездам. Устреми свой взгляд на звезды и ищи путь. Речь мешает видению. Храни молчание. Слушатель дает возможность красноречию проявиться. Энтузиазма и энергия учителя исходят от ребенка, которого он учит. Когда арфист, играющий на 24 лада, не находит внемлющего уха, его арфа превращается в тяжелую ношу. Никакая песня не приходит в голову. Его десять пальцев перестают работать. Если бы не было ушей, способных получить послание из незаимого, ни один из пророков не принес бы откровения с небес. И если бы не было глаз, зрящих Божие творения, ни небо не вращалось бы, ни земля не улыбалась бы плодородием своей зелени. Про возглашение Ла-Лака означает, что все дело сотворения ради зрящих глаз и зрящего. Ла-Лака, если бы не ты, имеется в виду Хадис Кудси, если бы не ты, О Мохаммад, я бы не сотворил миром. Хадис Кудси – предание о речах и деяниях пророка, в котором Бог говорит от первого лица. Терпение, проявленное по отношению к недостойному, есть способ полировки для достойного. Везде, где есть сердце, терпение очищает его. Оскуль часто знаний и сообразительность становятся так же смертоносно для путника, как демоны или разбойники. Большинство тех, кому суждено быть в раю, имеют простой ум, так что им удается избежать беды философствования. Сорви с себя бесполезное знание тщеславия, чтобы в каждое мгновение Божье милосердие могло снизойти на тебя. Хитроумие – противоположность скромности и смирения. Откажись от хитроумия и сделай своим спутником простоту. Знай, что хитроумие – это ловушка, способ добиться победы и удовлетворить чистолюбие. Зачем тому, кто чист своей преданности, желать хитроумия? Хитроумные довольствуются изобретательными уловками. Простаки оставляют все изобретения, чтобы обрести покой в изобретателе. В мире существуют невидимые лестницы, ведущие шаг за шагом к вершине небес. Есть разные лестницы для каждой общины, иное небо для каждого пути. Один не ведает о делах другого в этом просторном царстве, которое не имеет ни начала, ни конца. Этот удивляется тому в недоумении, почему он счастлив, тогда как тот поражается этому и спрашивает, почему он удивлен. Земля Аллаха пространна. Каждое дерево вырастает из определенной почвы. Листья и ветви деревьев распивают хвалу Богу. Что за славное царство! Какой простор! Соловьи порхают вокруг цветущей завязи, призывая, «Дайте нам того, что испили вы!» Поскольку сияющая истина есть причина умиротворенности, сердце не успокоится от лживых слов. Ложь как соломина, а сердце как рот. Соломину не запрятать во рту. Пока она во рту, человек, раздраженный ею, шевелит языком, чтобы избавить свой рот от нее. Что есть справедливость? Поместить предмет в надлежащее место. Что есть несправедливость? Поместить предмет в неподходящее место. Ничто не напрасно из сотворенного Богом, будь то злость или терпеливость, искренний совет или же вероломство. Ни одна из этих вещей не является абсолютно благой, и ни одна из них не зла абсолютно. Польза или вредоносность каждой зависит от конкретного случая. По этой причине знание необходимо и полезно. О, многие из наказаний, которые выпадают на долю бедняги, являются большей наградой, чем дары хлеба и сладостей. Ведь сладости, поедаемые не по сезону, приводят к выделению желчи, тогда как затрещины очищают его от зла. От весь бедолаги за трещину по сезону это спасет его от обезглавливания в будущем. Бог не сотворил ни на земле, ни на небесах ничего более таинственного, чем человек. Бог раскрыл тайны всех вещей, как влажных, так и сухих, но он наложил печать на таинство Духа. Дух от повеления Господа. Было лишь, чтоб мыши ходили в атаку. Их душам не хватает собранности. Внешняя собранность бесполезна. Вслушивайся, проси Создателя о собранности Духа. Собранность не возникает из простого собрания тел. Знай, что тело, как и слава, пусто, подобно воздуху. Мохаммад, печать пророков, передал речение вечно сущего и вечно живого Господа. Я не заключен ни в небесах, ни в пустоте, ни в возвышенных умах и душах. Но я заключен в качестве гостя в сердце подлинно верующего, без ограничений или определений или описаний. Так что, благодаря посредничеству этого сердца, все, находящееся вверху и внизу, способно получать от меня способности и дары. Без такого зеркала ни земля, ни время не вынесли бы созерцание моей красоты. Я повелел к кукуну моей милости обскакать два мира. Я сотворил обширное зеркало. Из этого зеркала каждое мгновение появляются пятьдесят свадебных празднеств. Смотри внимательно в зеркало, но не проси меня описать его. Вслушивайся, отвори окно, выходящее на Бога, и возрадуйся, глядя на него через проем. Дело любви создать это окно в сердце, ведь грудь озаряется красотой возлюбленного. Вглядывайся неустанно в лицо возлюбленного. Вслушивайся, это тебе по силам, друг мой. Проси у Бога жизнь, наполненную любовью. Не клячь животную душу. Проси его о пище духовной. Не выпрашивай хлеба. Знай, что мир сотворенных существ подобен чистой, прозрачной воде, в которой сияют атрибуты всемогущего. Их знания, их справедливость и их сострадание подобно небесной звезде, отраженной в проточной воде. Цари это театр для проявления Божьей царственности. Мудрые зеркала Божественной мудрости. Поколения сменились, это новое поколение. Луна все та же, но вода не та вода. Справедливость все та же и ученость та же ученость. Но были вытеснены те, кто пришел ранее. Сменяются поколения за поколениями о Владыка. Но сии божественные атрибуты неизменны и вечны. Когда человек видит в воде отражение яблок, их вид наполняет его подол настоящими яблоками, как может быть то, что он видел в реке фантазии, когда сотня мешков наполнилась его видением. Не обращай внимания на тело и не поступай, как те, которые глухи, немы, слепы. они не разумеют. В этом разрушенном монастыре тот, у кого в глазах двоится, постоянно перемещается из одного угла в другой. Он ты, говорящий себе, благо, которое ищу, можно найти там. Если ты обретешь пару глаз, способных распознать Бога, то увидишь, что все пространство обоих миров наполнено возлюбленным. Благодарность по отношению к благодетелю это, несомненно, то же, что и благодарность по отношению к Богу, поскольку это была божественная милость, вызвавшая благодеяние. Неблагодарность по отношению к дающему это неблагодарность по отношению к Богу, Ибо, несомненно, право быть одаренным дается по Божьему праву. Всегда благодари Бога за Его щедроты и всегда благодари Его, схваляй Мастера. Хотя материнская нежность исходит от Бога, все равно священный долг и достойная задача – служить Матери верно. Твоя благодать – пастырь всех сотворенных, охраняющий их от волка боли. Она – любящий пастух, как и Божье перо Моисей. От него овца убежала. Моисей износил свои башмаки и ноги стер до волдырей, пока следовал за ней. Он продолжал поиск, пока не наступила ночь. Стадо меж тем исчезло из виду. Потерявшаяся овца была слабая и измучена. Моисей отряхнул с нее пыль и гладил ее рукой по спине и голове, лаская ее с материнской любовью. Ни грана раздражения или злости. Ничего, кроме любви и жалости и слез. Он сказал овце, я понимаю, что тебе от природы несвойственно испытывать жалость ко мне. Но почему твоя природа проявила такую жестокость к себе самой? В это мгновение Бог объявил ангелам. Сей человек способен быть пророком. Гончар работает над кувшином, чтобы придать ему форму. Как может кувшин расшириться или стать длиннее сам по себе? Дерево постоянно находится в руке плотника. Как иначе оно может быть разрублено и как оно получит надлежащую форму? Кужаный бурдюк для воды рядом с водоносом, о, сведущий. Как иначе его можно наполнить или опустошить? Каждое мгновение ты наполняешься и опустошаешься. Знай же, что ты в его творящих руках. В том день, когда повязка спадет с твоих глаз, как неистово будет творец восхищаться своим творением. Если что-либо, кроме Бога, явлено тебе, это результат его наваждения. А если все, что не есть Бог, исчезает из поля зрения, это результат того, что Он пробуждает тебя к реальности. О море блаженства! О ты, хранящий запредельные формы сознания в нерадивом! Ты сохраняешь пробужденность в состоянии сна. Ты прикрепил владычество над сердцем к состоянию того, кто потерял сердце. Ты скрываешь богатство в приниженной бедности. Ты прицепляешь ожерелье изобилия к железному ошейнику скудности. Противоположность таится в противоположности. Огонь спрятан в кипящей воде. Восхитительный саз спрятан в огне немрода. Доход умножается от раздачи и трат. Так сказал царь процветания, Махамад. У обладателей богатств щедрость – прибыльное занятие. Богатства никогда не уменьшались от пожертвований. Поистине благотворительность – превосходное средство увеличить свое состояние. Немрод – гонитель Авраама, упоминаемый в Коране. Благотворительность – хранитель твоего кошелька. Молитвы – пастырь, оберегающий тебя от волков. Сладкий плод таится под ветвями и листьями. Вечная жизнь скрыта в смерти. Несравненный бог сделал все шесть направлений театром. Для показа своих знамений ясновидящим. Так что на какое бы животное или растение они ни взглянули, Те кормятся на лужайках божественной красоты. И он так сказал мистическим сподвижникам. Куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха. Если жаждая ты пьешь воду из чаши, Ты зришь в воде Бога. Тот, кто в Бога не влюблен, Видит собственный образ в воде, упроницательный. Но поскольку образ влюбленного исчезает в возлюбленном, Кого он может узреть в воде? Скажи мне это. Любовь — мед для взрослых и молоко для детей. Для каждого судна она последний топящий судно-тюк. То ты падаешь с горы, То валишься в реку, То тебя несет в эту сторону, То в другую. О, искатель мирского положения, Ты никогда не найдешь проводника, А если найдешь, То отвернешься от него, Говоря, Я уже прошел сто верст по этой дороге, А теперь этот наставник говорит, Что я сбился с пути. Если я прислушаюсь к этому чудаку, Мне придется начать путешествие заново под его руководством. Я жизнь посвятил этому странствию И продолжу его что бы там ни было. Ступай прочь, о учитель. Настоящие богатства и торный путь к успеху Обнаруживаются в том деле, Который приходит к тебе После полного поражения и уничижения. Откажись от дела, Не обладающего реальностью. Прислушайся, старый осел, Найди себе пир. Пусть никто, кроме пира, Не будет твоим владыкой и кормчим, Не старик вращающихся небес, Батюшка Время, А пир праведного наставничества. Вот что требуется. Смирение себя, А не долгие труды. Бесполезно метаться в заблуждении. Отныне я не буду искать пути К высшим небесным сферам. Я буду искать пира, пира, пира. Пир — это лестница в небо. Что заставляет стрелу лететь? Лук. Пир — буквально старец, Суфийский мастер-наставник. Искатель сказал сам себе, «Если б я знал подлинную природу пребывания в Боге, Разве я бы отправился на поиски Его? Но это знание неотъемлемо от странствия. Это знание не приобретается размышлениями, Как бы проницательны они ни были». Унаследованное богатство Не остается постоянным в руках владельца, Поскольку оно рассталось с умершим против своей воли. Наследнику оно легко досталось, И потому он не знает его ценности. Он не поспешал на работу и не трудился, Чтоб заработать его. О, человек, Ты не ведаешь ценности из своей собственной души, Поскольку по своей щедрости Бог дал ее тебе без платы. Пророк сказал, Что подлинно верующий Подобен лютне, Которая исторгает музыку, Лишь когда пуста. Как только она наполняется, Министрель откладывает ее. Не наполняйся, Ибо сладостно прикосновение его руки. Опустошись и пребывай счастливо Между двух его пальцев, Ибо где Опьянялась вином Нигде. Сердце успокаивается Слов истины, Как жаждущий Обретает покой благодаря воде. Страсть превращает Старое снадобье в новое. Страсть обрубает Ветвь утомления. Страсть обновляющий эликсир. Откуда взяться усталости, Когда присутствует страсть? О, не вздыхай тяжело От изнеможения. Ищи страсть, Страсть, Страсть. Как мудро было то, Что объект всех желаний Заставил меня покинуть С радостью мой дом Для выполнения дурацких поручений. Так что я на самом деле Торопился утратить путь И с каждым мгновением Все удалялся От того, Что я искал. И затем Бог В его благодетельности Сделал само это блуждание Способом найти верную дорогу И обрести богатство. Он делает потерю пути Путем к истинной вере. Он превращает заблуждение В поле, на котором Пожинают праведность. Так что ни один из праведников Не обходится без страха. И ни один из изменников Не остается без надежды. Благодетель вложил Противоядие в яд. Так что можно сказать, Что он Господь потаенной благодати. Дела, которые являются завесой, Мешающей взреть твое лицо, Представляют собой Саму сущность безделья, Хотя и зовутся Делами. Оставь эти хитроумные интриги На некоторое время. Живи свободно Несколько мгновений, Пока не умер. Скрывай погрешности других, Дабы сокрытие Твоих собственных грехов Могло быть даровано тебе. Исчезновение влюбленных Ведет к их возрастанию в духе. Подобно луне, Лицо влюбленного Наполняется сиянием По мере того, Как растворяется он. Это сражение любви Разгорается все ярче С каждым мгновением. Источник жара Находится за пределом Пространственного мира. Семядов Лишь дым, Поднимающийся над искрами Этого огня. По этой причине У искренней Горение любви Тушит ад. Анн говорит верующему, Проходи побыстрее, А не то мой огонь Разрушится в твоем пламени. Узри, как дыхание любви Растворяет неверие Серуада. Быстро верь Свою серу Этой страсти любви, Чтоб ни ад, ни его искры Напасть на тебя не смогли. Рай тоже говорит верующему, Пролетай подобно ветерку, А не то все, чем я владею, Перестанет пользоваться спросом. Ты владеешь стогами, А я лишь подбираю колоссия После сбора урожая. Я только идол, А ты исток. И ад и рай трясутся от страха, Завидев человека веры. Ни тот, ни другой Не ощущают себя в безопасности В присутствии истинно верующего. Это путешествие Верхом на лошади До самого моря. Но после Тебе необходима Деревянная лошадь. Деревянная лошадь Бесполезна на сухой земле. Она везет только тех, Кто странствует по воде. Деревянная лошадь Мистическое молчание. Это молчание Наставляет мореходов. Каждый из этих молчащих И наводящих на тебя тоску Исторгает на самом деле Крики неземной любви. Ты говоришь, Хотел бы я знать, Отчего он молчит? Он говорит сам себе, Как странно. Где его ухо? Цветы, распускающиеся на растениях, Живут лишь мгновения. Цветы, вырастающие из подлинного разума, Свежи всегда. Земные цветы паникают, Но цветы, расцветающие в сердце, Что за радость? Знаешь, что все замечательные науки, Известные нам, Лишь два или три букета из сада. Мы посвящаем себя этим двум или трем, Поскольку захлопнули для себя дверь сада. Как жаль, дорогая душа, Что из-за твоей жадности к хлебу Такие восхитительные ключи Продолжают выпадать из твоих рук. Бог придает земным вещам Определенный цвет, Разнообразие и цену, И это заставляет людей По-детски спорить из-за них. Когда кусок теста Выпечен в форме верблюда или льва, Эти несмышленыши Нетерпеливо грызут от жадности ногти. И лев и верблюд Превращаются в хлеб во рту, Но бесполезно говорить об этом детям. Несомненно, существует окно Между сердцем и сердцем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok